С вашего позволения на запись поставлю для руководителя? Да. Recording in progress. И начнем. Меня зовут Даниил, как я уже устал представиться, менеджерный персонал компании PILO, главснаб. Давайте наше интервью построим таким образом. Сначала вы не расскажете немного о себе, но так ответите на пару вопросов. Долго вас томить не буду, потом поговорим о вашем опыте, и дальше уже я расскажу о компании и о вакансии. В принципе, вчера многое рассказал, но сегодня, может быть, что-то дополню. Еще более детально гендиректор сегодня расскажет, ну, в случае нашей положительной беседы. Начну с вопросов, с банального вопроса такого. Что для вас важно при выборе работы? Ну, важно, чтобы работа была такой, скажем так, разнообразной, чтобы я мог отождествлять результаты своей работы, да, то есть понимать, да, как я влияю на результаты компании, видеть это. Вот, ну, чтобы это была какая-то там значимая работа, а не там, ну, условно говоря, какие-нибудь отчеты там, которые там никто не смотрит, да, то есть. Вот, ну, также важно мне, наверное, получать обратную связь от руководства, ну, и, в принципе, я такой достаточно автономный сотрудник, могу самостоятельно работать. Ну, вот, такие пожелания. Ну, как бы, то, что меня мотивирует, может быть, какие пожелания к работе, да. Все, понял. Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный руководитель отдела маркетинга? Отдела маркетинга, да? Ой, ой, извиняюсь, у меня вакансии все сбились. Отдела аналитики. Идеальный? Ну, здесь я считаю, что в плане именно работы с аналитиками, здесь, ну, часто нужно все-таки, на самом деле, индивидуально подходить в зависимости от задачи и от сотрудника. Ну, в зависимости от того, там, хочет человек, там, и может ли, да, то есть, в зависимости от сочетания этих параметров и задачи, да, вот, нужно по-разному взаимодействовать с сотрудниками. А по хардскилам? Да, по хардскилам, ну, часто этот сотрудник, который имеет собственный опыт аналитической работы, да, то есть, он вырос, как правило, обычно из аналитика, да. Если мы, то есть, говорим про IT-подразделения, то это часто какой-то, там, так называемый, джуниор, мидл, там, сеньор, там, или, там, тимблит, вот, ну, в той области, которой я занимаюсь, там, может быть, она не IT-шная, там, как правило, нет такой классификации, но по опыту, вот именно так, как я рассказывал, это происходит. Вот, часто это, ну, естественно, во многих компаниях проверяют знания Excel, ну, какой-то такой санитарный минимум, желательно, крайне желательно знания SQL, вот. Вот, ну, и также для руководителя также очень важен, ну, это все-таки софт-скиллы, да, наверное, все-таки это не хард-скиллы, да. Вот, ну, это самое важное. Ну, и сейчас часто еще в крупных компаниях работа строится с созданием, например, статей на Вики в локальном портале и постановкой задать в жире, да, то есть, ну, желательно, ну, не знаю, это хард или софт вы относитесь, то есть знания современных методологий организации работы. Угу, угу, так, хорошо, понял. Excel, ну, может быть, это хардом назвать условно. Да нет, в принципе, это можно, я думаю, к софтам отнести. Так, хорошо. Давайте начнем тогда про работу с последнего места в видео Эльдорадо. А, это компании объединились, да, получается? Давно уже, уже года три, там. Я просто не следил, не видел. Так, хорошо. Руководитель направления по аналитической поддержке, логистической функции, отдел операционной отчетности и развития аналитических систем. То есть, это направление логистика и склад больше, да? Можно так сказать, да. Так, ну, чем компания занимается, мы знаем. Чем, ну, что конкретно приходится делать, сколько сотрудников подчинения, какие инструменты используете, ну и так далее? Ну, можно так на три условных, таких ключевых направлений разбить. Первое, это то, чего я начал больше, это создание дэшбордов для операционного совета, то есть для... Сразу же вопрос, извините, можно я буду прям вопрос задавать, чтобы не выпускать детали? Дэшборды где создаете? Дэшборды, конкретно, несколько у нас BI-систем, для операционного совета создавали в MicroStrategy. Ну, также есть еще дэшборды в Tableau, сейчас есть риск того, что Tableau уходит из-за санкций с рынка, поэтому в том числе ищем другие варианты. Ну и большую часть дэшбордов, отчетов создаем в SubBusinessObject. То есть Power BI там не используется, да? Конкретно у нас Power BI нет. Ну, сразу же тогда вопрос, до этого сталкивались вообще Power BI делали дэшборды? Конкретно с Power BI не работало. Как думаете, разобраться сложно будет? Я думаю, не сложно. Извините, секундочку можно, пожалуйста, одну секунду. Алло, да? Да, значит, это первое направление создания дэшбордов. Дальше... Подождите секунду, а вопрос, как думаете, разобраться не сложно будет в Power BI? Да, не сложно, да. Думаю, не сложно. Хорошо. Так, давайте, да, первое направление создания дэшбордов. Да, собственно говоря, почему не служит? Потому что, как правило, вот эти системы наиболее известны, да? Как правило, они именно и завоевали рынок из-за того, что сравнительно легко с ними можно работать. Вот. И здесь как бы именно за счет... Ну, главное суть понимать, а в принципе в интерфейсе разобраться, ну, согласен. Дальше это поддержка регулярной отчетности и ее автоматизации. То есть здесь у меня достижение в начале, когда я пришел, было порядка 40 часов в месяц, тратилось именно просто вот на механическое обновление, выгрузку, рассылку отчетов. У отдела, да? Ну, примерно в среднем курсе. Это разделение, которое логистика занимала. Соответственно, я и у меня был один человек в подчинении на тот момент. Соответственно, мы к текущему моменту автоматизировали больше, там, сократили трудозатраты на 90% за счет автоматизации отчетности. И, соответственно, высадившееся время тратим на создание новых отчетов. И, соответственно, больше сейчас в текущий момент, ну, получив, как бы, экспертизу, два года опыта работы в компании, я поддерживаю, в основном, такие стратегические некие краткосрочные, там, проекты, инициативы, продукты, по-разному можно их называть. Ну, например, то, что сейчас на слуху, это параллельный импорт, да? То есть если раньше мы все закупали у локальных поставщиков, то сами теперь являемся импортером и где-то ищем в других странах и, грубо говоря, без за разрешения правообладателя все это завозим. Ну, вот такого уровня проекта, сейчас больше на них сейчас фокусируюсь. Соответственно, это требуется, допустим, в какой части я в каком плане это участвует. То есть у нас есть некие отчеты и в них требуются новые показатели измерения, например, чтобы понять, это импортный товар или не импортный и сравнить, например, долю импортных товаров. Ну, вот такого плана что-то, внимание. Так, понял. Хорошо. Так, и проект этот полностью, то есть завершили, да? Из крупных, может быть, проектов еще что-то, может быть, вспомните? Ну, например, вот из того, что сейчас занимаюсь, сейчас я до 30 сентября погружен в проект по, скажем так, браку. Вкратце, в чем-то, может быть, идея, допустим, в конце прошлого года вывозили из, и вначале этого, из магазинов демообразцы морально немножко устаревших телефонов. Ну, например, условно говоря, там каких-нибудь одиннадцатых айфонов, которые были вот для просмотра клиентами, для того, чтобы постоянно были на нейтрине включенными, чтобы люди могли их пользоваться. Вот, и сейчас Apple ушел, и возникла у нас процесс трейд-ина, когда мы продаем бывшую, покупаем у клиентов бывшее употребление телефона и продаем. И возникла идея продать вот эти демообразцы, соответственно, требуется там их перепрошивка, переупаковка, и с моей стороны там оценить все вот эти логистические затраты, образование построить, ну, и, соответственно, все это поддержать отчетностью вот такого, например, рода проекта. Либо проект гибкими матрицами, может быть, вот к вам он тоже имеет отношение, допустим, когда у нас есть некий товар, который включен в матрицу, я не знаю, у вас, наверное, розничных магазинов нету? Нет. Ну, тогда, наверное, не буду там подробно углубляться, но, в общем, грубо говоря, расчет заменить, рейтингов заменить, да, допустим, когда нет какого-то товара, что предложить клиенту, соответственно, понять его потребность. Хорошо. Ну, и вот меня заинтересовало, до 30 сентября у вас проект, и, то есть, и вы раньше 30 сентября в случае положительного всего не сможете уйти? Не смогу, потому что, да, потеряю выплату 3 оклада при увольнении. А, угу, так, ну, это, конечно, ну, ладно, ладно. Так, хорошо, а почему вообще планируете оттуда уйти, если не секрет? Сейчас у нас идут сокращения в компании в связи с тем, что с российского рынка изо всех известных событий ушли ключевые бренды, Apple, Samsung и так далее, объем продаж снизился, соответственно, руководство посмотрело на то, какой уровень автоматизации конкретно у нас в отделе операционной отчетности, и в нашем направлении оказалось самый высокий уровень автоматизации, поэтому они приняли решение, что, наверное, вот это направление нужно сократить. Соответственно, сократили два уровня руководства, то есть те люди, которые сейчас принимали решение о моем сокращении, они уже покинули компанию, а мои заказчики, для которых, собственно говоря, логистики, которых я делал отчеты, дашборды, они как раз, ну, узнали об этом, и сейчас, как бы, они ищут пути, как бюджеты даже, скорее, как сделать, чтобы я остался в компании, вот, вот такая ситуация сейчас непростая. Понял, ну, то есть все-таки еще до конца непонятно, непонятно, да, то есть, как бы, рассматриваются варианты. Ну, а вам-то, вот, лично хочется остаться, или все-таки что-то другое посмотреть? Да, я сейчас остаюсь, больше сейчас развиваюсь, вот, может быть, перейду в компанию M-Tech, это IT-аутсорсинг, как раз M-Video и Eldorado, тоже в этом направлении развиваюсь. Ну, есть ограничения бюджета, допустим, сначала у меня были отобраны два кандидата дополнительно ко мне в подчинении, потом из-за начала военной операции им офферы отозвали, то есть здесь есть некие, пока у нас ограничения по развитию в компании, в плане руководства и так далее, поэтому в том числе я рассматриваю внешние варианты. Понял, у нас просто еще такая ситуация, ну, как бы, не то, что ситуация, ну, гендиректор, он является и владельцем, такой достаточно очень занятой человек, и вот сегодня я хотел бы сразу же лучше кандидатов отправить к нему на Zoom на 45 минут, это 45 минут времени, то есть это минус один кандидат, и вот сейчас, ну, судя по вашему не совсем слишком желанию уйти, вообще, как думаете, все-таки стоит ли это делать? Ну, давайте вы поищите, наверное, действительно, еще кандидатов, да, по собеседуйте, потом, да, если могу, например, на следующей неделе пройти. Так, хорошо. Ну, с учетом именно того, что я точно до 30 сентября работаю, не то, что... Да-да-да, и да, просто еще, видите, дело в том, что, как бы, хочется уже быстрее отдел аналитики сформировать, но решили все-таки вначале лучше взять главного аналитика, чтобы уже, как бы, под него формировать отдел, вот, и, то есть, сейчас нам вообще опять без аналитиков еще до 30 сентября, ну, нет, я, конечно, посовещаюсь. Да, ищите, ищите, конечно, да, я не хочу вас там, как бы, задерживать или там, да, безусловно, рассмотреть все время. Так, хорошо, давайте к компании SuperBenz, ведущей аналитик группы категорийного менеджера, менеджмента отдела маркетинга. Интересно, вот, мне нравится, что у вас опыт разнообразный, и продажи, и маркетинг, и это здорово. Расскажите, чем компания занимается, что вы там конкретно делали, ну, и опять же, с помощью каких инструментов? Это оптовая компания, которая занималась продажами, и занимается продажами спортивной одежды и обуви. Соответственно, я с нуля там выстроил процесс. Секунду, а с продажей только лишь, или у них есть какое-то производство где-то, может быть, в Китае или здесь? Сейчас, да, соответственно, так как ассортимент, предлагаемый поставщиками, ну, не совсем отвечал потребностями российского потребителя, да, и с учетом нашего анализа, было принято решение в том числе сформировать свои собственные, скажем так, бизнес, как бы это правильно назвать, модели, да, то есть свои товары, да, то есть прототипы, да, на основании которых запускать собственное производство, и вот я знаю, что сейчас тоже отслеживаю ситуацию в компании, генеральный директор как раз ездит по заводам и выбирает поставщика, ну, производителя, который мог бы это по интересующим нас ценам, с интересующим нас качеством, как бы и свойствами товара, все это предлагать. Ну, к примеру, допустим, есть особенности климата в России, да, которые отличаются там от Европы, например, да, то есть специфические там потребности есть. Так, что касается непосредственно работы, чем занимались? Значит, здесь это постановка вот всех абсолютно процессов с нуля, это формирование системы регулярной отчетности, это и анализ продаж, вот, ну, может быть, для оптовых компаний они там не так, может быть, динамичны, как в розничной, соответственно, это в том числе... То есть у них на продаже аналитиков отдельных не было, это ваш отдел занимался? Да, соответственно, там буквально отдел руководителей двое подчиненных, соответственно, мне, как бы, ну, подшеств дали там еще одну девушку, да, которая, вот, и там еще множество было сотрудников, которые именно чисто контент менеджментом занимались, носили данное. Вот, и я еще, соответственно, взаимодействовал. А примерно, на вскидку, так сказать, какой оборот примерно годовой компании? Годовой оборот несколько, порядка 100 миллионов рублей, вот такой был оборот. Да, соответственно, дальше ключевой задачей была разработка структуры ассортимента и ценообразования. Для этого, значит, мой коллега скачивал информацию, так называемый скрепингом, парсингом занимался с сайтов маркетплейсов, крупных интернет-магазинов. Ну, в части одежды обоя. И дальше я все это обрабатывал, приводил в формат базы данных, рассчитывал там средние показатели, пропорции ассортимента. Ну, вот, условно говоря, допустим, такой интересный факт, что на одно поясное изделие, например, брюки, должно приходиться в ассортименте где-то два с половиной плечевых изделия, ну, например, рубашек каких-нибудь. Вот, ну, такого рода. И, соответственно, цены, ценовые диапазоны. Это значит то, что брюки, ну, это вы прочитали, да, что брюки покупают реже, да? Да, да, совершенно верно. Вот, соответственно, и пропорции ассортимента, и дальше на основании них принималось уже решение с учетом текущих остатков о заказе новой коллекции. Ну, вот, в целом, такое направление было работаем. Хорошо, интересно. Соответственно, там я приобрел опыт взаимодействия с 1С, вот, может быть, у вас, как правило, в небольших компаниях там. Да, 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 у нас на самом деле куча CRM-ок, сейчас вот все сводим в одну, в управление торговлей наняли специально для этого двух 1С-ников, они нам переводят, все это делают, решили, что будет лучше, и все ими централизовано в одной базе данных хранить, так будет эффективней. А в каких там сервисах отчеты делали? Значит, у нас, соответственно, были отчеты, ну, может быть, немножко неудобные в 1С, то есть больше это было как система хранения мастер-данных, дальше из нее информация выгружалась, и модуль именно категорийного менеджмента, это была самописная разработка на PostgreSQL, а дальше отчеты я формировал в Microsoft Access, и дальше это все выгружалось в Excel. Но особенность именно оптовой компании, что там вот нет таких, как в розничной, да, таких вот прям вот ежедневных бизнес-процессов, в такой вот отчетности там в более спокойном режиме, но сейчас там начало развиваться в том числе и розничное направление. А можно вот спросить, как вот, я просто знаю примерно, как, допустим, в Power BI на дашбордах можно это сделать, как можно сделать, к примеру, в Excel, если вот отчет Excel, у нас есть для топ-менеджеров отчет Excel, одному топ-менеджеру, допустим, ну вот, как сказать, по доступу не разрешается видеть определенную информацию на этом дашборде, а другому разрешается. Как вот сделать, там можно вообще так сделать, то, что ограничить какой-то график, я не знаю. В небольшой компании там не стояла такая задача, сейчас на текущем месте работы, допустим, это абсолютно стандартная задача, когда, допустим, есть некие дивизионы по продажам и, соответственно, допустим, магазин не должен видеть результаты других магазинов за исключением, может быть, своего там небольшого региона, дивизиона своих коллег ближайших. Вот, соответственно, это просто стандартный фильтр в дашбордах, которые применяются. Все, все, понял. Ну, да, то есть это один раз настраивается, и дальше применяется. Ну, часто даже какой-то коробочный функционал это. Так, хорошо, понял. Ну и в двух словах, если не секрет, почему оттуда ушли? Поступило интересное предложение из NVIDIA. Хорошо. Ну и... Так, в Экокросс вы три разных должности занимались, да? С ведущего аналитика по товародвижению. Наверное, последняя компания, о которой поговорим. Так, аналитика по товародвижению. Это тоже все-таки логистика и склад, да, больше? А, и еще, и как раз последнее, это было по продажам. То есть начали с логистики склада и закончили продажами? Да, можно так сказать, да. Что-нибудь... Ну, я так полагаю, занимались примерно тем же самым. Ну, что-то, может быть, хотелось бы выделить, чего удалось достичь? Ну, самое здесь для меня большое достижение – это опыт руководства большим количеством людей в подчинении. Сколько человек? Это 8-9 человек. Значит, здесь... Это только аналитиков 8-9 человек? Ну, это больше такие операционные сотрудники, которые занимаются, так называемыми, подсортировками, распределением товаров. Вот, здесь из достижения, то удалось оптимизировать бизнес-процессы, создать новые процессы редистрибуции товаров, для того, чтобы обеспечить их наличие в магазинах по всей сети, то есть избежать ситуации отсутствия товара в магазинах. Это, пожалуй, ключевое достижение. Так, хорошо. Продажи, дашборды вот в продажах, где у вас были? Помните? Дашборды по продажам? Да. Значит, просто раньше это было просто как отчеты по продажам, естественно, огромное количество отчетов по продажам, и больше даже в формате презентации все это я делал еще в предыдущем месте. Но данные оттуда вручную вы туда носили? Или как? Ну, там был небольшой элемент автоматизации, но много, да, ручной работы было. Именно как дашбордами я начал заниматься вот именно на последнем месте работы два года. Угу, угу, понял. В таком классическом понимании дашбордов, да? Угу. То, вот, еще, врио руководителя отделами управления запасами. Да, это то, что я рассказывал. То есть, рассчитывали не ликвиды, да, я так полагаю? Словно. Угу. Оборачиваемость? Конечно, да. Это основной показатель, да. Похрытие запасов, понять, насколько у нас текущих запасов хватит, на какой период, да. Хорошо. Камера у вас выключилась. Ну, в принципе, ничего страшного. 40 минут, может, для дождя. Прошло, нет? Нет, нет, еще не пришло. Сейчас. А вот, вот, включил, да. Ну, и в двух словах, почему оттуда ушли? А, значит, у нас там поменялось полностью руководство. Ушел мой руководитель, пришел там еще совсем топ-менеджер, который сократил где-то число аналитического подразделения с 10, там, до 4 человек. Вот. И существенно уменьшил именно такую аналитическую составляющую, потому что он говорил, что он там самостоятельно, экспертно может принять решение. Ему вот такая вот аналитика не нужна была, ему нужны были вот какие-то, может быть, технические там сотрудники, да. Вы знаете, в итоге, чем закончилась ошибка эта была, нет? Ну, там еще сложнее, потом там поменялся генеральный директор, и это стало не отдельное юридическое лицо, а как бы филиал эко-глобального. То есть там кардинально, не знаю, там работает ли этот руководитель до сих пор. Опять отключилось, немножко просто некомфортно, когда в темноту. Не, ничего. Так, и вот, ну, все, в принципе, по работе вопросов нет. Как еще раз повторюсь, очень хорошее у вас образование, Московский физико-технический институт, прикладная математика и физика, магистр. Как вообще часто приходится, и вообще приходится ли, допустим, какие-то сложные математические, высшую математику применять, теорию вероятности, что-нибудь подобное? Ну, постоянно приходится применять, то есть, на самом деле, для меня это так, как бы, естественно, да, что я, как бы, не обращаю на это внимание. Ну, дополнительно еще, может быть, у меня хобби, иногда до сих пор помогаю каким-нибудь там студентам, абитуриентам, то есть, если вы сейчас наберете там где-нибудь на авито математическое моделирование, то там мое объявление будет, наверное, первым сейчас. Соответственно, так вот люди, например, ну, это как в свободное время, там, символическая переработка. Вот, поэтому постоянно, то есть, в работе постоянно какая-то идут вероятностные процессы, всегда нужно, как бы, их организовывать, чтобы вот эти все случайные колебания покрыть, ну, имеется в виду, например, колебания спроса, да, при распределении товаров. Вот, и, соответственно, есть понятие там страховых запасов в логистике, с этим, безусловно, приходится работать. То есть, по сути, это должно быть в основе, да, всех принятия решений и численное обоснование. Здорово. У нас компания полного цикла, мы занимаемся как продажей комплектующих, это фурнитуры, нержавеющие трубы, перила, так и производством и установкой этих самых перил, ограждений, пандусов. Перила, на самом деле, давно уже отошли на второй план. Основной сейчас упор, если брать объекты, это стекло, это стеклянные лестницы, козырьки различные стеклянные, на, к примеру, там, на высотках ограждения, такие стеклянные с нержавеющими конструкциями, вот, современные такие установки, делали водные с него лужники, пещеры в парке Зарядье, Динамо, ВТБ, Арена Новая, Плаза, Павелецкая Плаза, недавно закончили, вот тоже мы делать. Потом, ну, основной упор, конечно, у нас на комплектующие, у нас есть свое производство в Китае, ну, как свое производство, фабрики, которые делают по нашим чертежам, эскизам, фурнитуру различную, ну, и трубы там же закупаем, как бы перепродаем уже здесь, реализуем. Есть у нас свое производство и цех здесь, оно такое, не слишком большое, но в основном идет на объекты, вот. Что еще немаловажно, компания у нас хоть и производство строительное, но мы вот стараемся, мы за автоматизацию двумя руками, стараемся все процессы оцифровать, автоматизировать, чтобы все было нагляднее, проще, ну, и так далее. Мы вкладываемся в айтишку, развиваем айти направление, 8 человек у нас на данный момент штата айтишников, при 192, по-моему, сотрудниках общих штата. Айти-адел тут, а вот не маленький, достаточно качественные сотрудники, вот, развиваемся, развиваемся, 7-мильными шагами идем, оборот компании растет год в году на 70%, то есть если в 21-м году, по-моему, ну, там вообще колоссальная разница была, если в среднем взять, это примерно 70% в год, это за последние, там, года 4-5, наверное. Вот, и растем, 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 выращиваем сотрудников внутри нашей организации, очень многие сотрудники из, там, простых специальностей, так скажем, ну, там, из закупщика в исполнительного директора, из SMM-специалистов директора по маркетингу, из РОПа, он, да, он не был продажником, он был РОПом и стал коммерческим директором, вот, то есть таких примеров куча, развиваемся, обучение сотрудникам различные даем, бесплатные проводим, но сейчас начали понимать, что все-таки немножко, возможно, не хватает опыта, это хорошо, конечно, выращенные внутри команды сотрудники, но опыта где-то немножко не хватает, и решили нанять таких стратегов сейчас, чтобы они более, помогали более качественно управлять денежными потоками, что куда купить, лучше деньги есть у компании, вкладывать что есть, то есть мы не такая компания, которая там, ну, где основатель, у нас основатель, он же является и гендиректором, и он, ну, не такой человек, который постоянно забирает, забирает деньги из компании, он на оборот и вкладывает обратно, и у него есть цель, там, к 29, если я не ошибаюсь, году дойти до оборота миллиард долларов, вот, у него есть такая цель, и нужны, собственно говоря, сотрудники, которые помогут к этому прийти, разработать стратегии, проанализировать, раньше анализом занимались руководители внутри команд, то есть анализом отдела продаж занимались группы, коммерческий директор и так далее, дашборды, в принципе, все это есть, они строятся, есть у нас подрядчик, который делает дашборды на Power BI, ну, по нашим заказам, но как бы все-таки решили, что нужны более профессиональные люди, именно с уклоном на аналитику, которые понимают вообще все в цифрах, то есть могут разобрать, свои ребята это тоже, конечно, хорошо, они тоже остаются, тоже будут как бы взаимодействовать, ну вот решили собрать команду аналитиков. Немножко с этим опоздали, вот гендиректор сказал, что да, возможно, немножко с этим прогадали, нужно было это делать еще год назад примерно, тогда бы, в принципе, сейчас более эффективно бы распоряжались финансовыми потоками, ну, в целом, я думаю, никогда не поздно, вот, и в целом сейчас хотим собрать штат аналитиков на основные такие направления, маркетинг, продажи, финансы, ну, финансы там, бухгалтерия и так далее, ну и логистика и склад, вот основные направления и взять руководителя, который будет более-менее, как бы, ну не более-менее даже, который будет знаком со всеми направлениями и будет управлять этой командой и вот, собственно говоря, выдвигать гипотезы, исходя из там цифр, вот, в целом, как-то так. Работаем по методологии Scrum, у нас ежедневные брифинги сделаны, планирую, ежедневные, еженедельные отчеты, это недельное планирование, в конце недели ретро, есть демо-компания раз в месяц, где мы своим отделом рассказываем о том, что сделали за грядущий месяц, вот, гендиректор на этом всем присутствует, слушает, как бы, из этого делает выводы, ну и так далее. Вот, внедряем новые фишки различные, покупаем всякие там сервисы, вот, к примеру, взять отдел HR, купили HanFlow, такой сервис, но в целом, так как, ну, на мой взгляд, если объективно говорить, до конца его не используем, то есть куплено много чего, и в частности для этого и бизнес-аналитики нужны, чтобы более эффективно использовать наши ресурсы, которые уже есть, ну и вкладывать дальше. Это по задачам, это такие глобальные задачи, более там детально, конечно, все расскажет директор, как он видит у себя это в голове, но в целом, если взять в общем, то это примерно так. Что касается графика, график стандартный, пятидневный, с 9 до 6, час, соответственно, обед, формат работы обсуждается, то есть, в принципе, вообще нет разницы, можно работать из офиса, можно работать дома, я думаю, для начала просто лучше будет там поездить в офис, чтобы там с коллективом познакомиться и так далее, но в принципе бизнес-аналитики, они почти все на удаленке, так что, ну, нам не принципиально, компания с таким либеральным лояльным подходом к сотрудникам, нет у нас у удаленщиков никаких там трекеров на компьютерах, там работают они, не работают, такого нет, главный результат, делаешь результат и как бы в целом главный результат. Мы стараемся искать таких людей, которые не просто там штаны просиживают и опять же, вот как вы сказали в начале самом, про отчеты, ради отчетов, там нужно, чтобы это приносило результат. Вот, собственно говоря, по зарплате тоже все обсуждается. Понятно. Какие-то еще, может быть, вопросы, что-то может быть? Ну, вопросы, я почитал отзывы, там есть отзывы где-то 2000-го, 2020-го года, в которых упоминается про там серую зарплату, про неоплачиваемый отпуск, вот как-то можете там… Нет-нет, отпуск у нас точно оплачиваемый, 28 календарных дней в году, трудоустройство у нас официальное, у нас просто по законодательству это не может быть, то есть кто там это пишет, я не знаю, может какой-то обиженный сотрудник со склада, которого уволили там за воровство или что-то подобное. Я, конечно, не знаю подробностей, но такого я не слышал. Я работаю 7 месяцев и сам в отделе HR, то есть отпуск у нас точно оплачиваемый, 28 календарных дней в году. Что касается серой зарплаты, это есть у некоторых сотрудников, но не в большом количестве процентов, потому что у нас очень… Вот сейчас мы планируем как раз перейти полностью на расчет зарплаты в 1С-ку, у некоторых зарплата считается в террасофте, то есть не у некоторых, почти у всех. У нас два сервиса, это террасофт и 1С. Когда из них интегрируются, там, по-моему, какие-то там около 5% террасофт постоянно набавляет, поэтому мы делаем буквально там 5-10% у сотрудников, у некоторых, и то не у всех, у меня вот, допустим, полностью белое. И если у вас это прям принципиально, без проблем можно сделать полностью белую. Но сразу же предупреждаю, если сейчас этот переход не осуществится, у вас может быть, что вам за 2 недели оплатят там, к примеру, тысяч на… Ну, судя по вашей, если зарплате на процентов на 5, то есть на тысяч там, насколько на 7-8 больше. И в следующем месяце просто эту сумму придется списать. Поэтому только чтобы мы не было никаких недопониманий, делаем стандартную, там, вот какую-то сумму, чтобы каждый месяц она выплачивалась. Потому что у нас у всех идет в компании выплата в зависимости от отработанных часов. У вас, то есть будет заранее проговорена сумма вашего рабочего часа, она будет прописана в трудовом договоре, и каждые 2 недели вы отрабатываете, в специальной форме подаете часы и получаете зарплату. Вот. Где-то вы, к примеру, если ушли раньше, и в системе у вас, ну, на 3 часа меньше отображается, то вам заплатят полную сумму все равно за 2 недели, но потом ее придется списать. Вот в этом плане у нас чуть-чуть, там, небольшой процент налички существует, чтобы не было вот этой путаницы. Ну, это, если честно, такие тонкие, там, бухгалтерские дела. Я вам прям не могу ответить. Ну, чтобы там 50 на 50, там, как вот, черное, белое, такого точно нет, это я вам гарантирую. Ну, и, в принципе, мы сейчас общаемся с кандидатами, если есть такая принципиальная позиция, просто далеко не все кандидаты с такой принципиальной позиции, многие как-то, ну, лояльно относятся, и если есть такая принципиальная позиция, мы без проблем идем навстречу, и будет полностью белое. И вот эти вот часы, которые, говорите, там, они закрываются на основании вот этих отчетов, да? Нет, они просто подтверждаются руководителем, в вашем случае это будет, скорее всего, коммерческий директор их подтверждать, просто их подтверждает, и все, собственно говоря. А интервью с коммерческим директором не будет, да, вроде как, если он непосредственно... Ну, это планирует генеральный директор, как бы, все-таки подбирать, но я думаю просто, это я имею в виду такой технический нюанс, что он сам, чтобы он сам, у него как бы куча других дел, чтобы он сам этим не занимался, наверное, подтверждение часов он все-таки предоставит коммерческому... Нет, я не понимаю, именно про собеседование на позицию... А собеседование именно с генеральным, именно с генеральным, он сам... Необязательно, что что это будет непосредственно руководитель. Вообще у нас в матричной системе и даже в Bittrex, к примеру, когда мы делаем карточку, руководитель отдела аналитики непосредственно под генеральным директором, то есть не под коммерческим директором. Руководитель это именно генеральный директор будет формально просто коммерческий директор, может, скорее всего, конечно, тоже давать какие-то задания. Я думаю, как это будет вообще взаимодействие. Это же получается будет взаимодействие со всеми отделами, То есть с исполнительным директором, что касается склада, логистики и так далее, для него тоже же нужно будет какие-то задачи делать. Ну, либо туда будет сотрудник просто помещен, вы, скорее всего, просто будете относиться к генеральному директору, уже подчиняться ему, какие он будет распоряжения давать. А ваши сотрудники уже будут, к примеру, сотрудник один, который на склад, он будет к исполнительному директору относиться, который на продаже финансы, он будет к коммерческому директору, финансы те же, может быть, это будет либо финдир, либо главный бухгалтер, вот что-то в этом духе. А какие задачи могут быть на испытательный срок? На испытательный срок, я, честно говоря, скажу вам сразу, это откровенно и точно, испытательный срок, он не будет такой прогулкой, это будет сразу же в бой, ну, для начала, конечно, будет первое время знакомства с компанией и так далее, но это будет сразу же в бой. Задачи будут глобальные и, ну, пока конкретно не могу сказать, что может быть, там, вы имеете в виду, что, что послужит поводом остаться, да, ну, чтобы продолжение обработки. Это формальные задачи, там, на испытательный срок. Ну, пока не могу сказать такого, пока не могу сказать, я знаю только лишь глобальные задачи, вот, пока смотрим под глобальные задачи, пока что не могу сказать, это гендиректор уже. Условно, я не знаю, перейти, там, на дашборды, Power BI, там, вот, подрядчик. Уже перешли, уже перешли, ну, вот, знаю, знаю, какие первоочередные задачи, к примеру, со складом, посчитать оборачиваемость, работать с неликвидами, это точно есть в маркетинге, это, скорее всего, тоже анализ эффективности наших вообще маркетинговых действий, так как лидов у нас очень мало, вот, в продажах пока не могу сказать, в HR-отделе тоже нам нужно будет все свести к цифрам у нас.